ну что ж мы теперь знаем что мы можем готовить еду в домах или в каких-то отдельных местах когда мы посетим города может быть еще там будет такая возможность скорее всего вот а также мы можем заправляться на ходу ту еду который подбираем то есть это не обязательно это наверное для разнообразия близко всему мы можем смастерить и сделать дом не знаю либо любой на выбор либо тут в котором он жил он будет самого обустраивать нужно только искать материалы так а куда делся наш робот я не в ту сторону что ли пошла а вот он вижу на больше ничего не хочет сказать наверняка в конкорде найдется кто-нибудь кто сможет нам помочь ну да просто здесь пока что нам встречались люди но они с нами почему-то не хотели не хотели разговаривать в городе мы можем встретить тех кто на может рассказать какую-то информацию может конечно не просто так будут какие-то квесты вот скорее всего не просто так самодельный аккумулятор в прошлый раз я его пропустила видимо можем посмотреть на карте у нас добавилось место красной ракеты стоянка грузовиков и вот конкорд это видимо город санкчуари это мы сейчас день на здесь находимся можем принципе направиться туда обследовать новую местность сейчас пока у меня никаких второстепенных квестов нет только то что нам подкинул робот я так понимаю это главный сюжет но я буду выполнять разные задания по возможности а какие мне будут попадаться вот когда разберусь нужно будет еще материалы собирать то есть это конечно обязательно вот я так и не поняла на какую кнопку нам убирать оружие не знаю а можно ударить пистолетом здесь не прижимается к укрытиям он здесь просто ну прячется в укрытии приседает я хочу разобраться вот в чем как мне его прокачивать у меня сейчас первый уровень 97 105 очков чтобы прокачаться до 2 уровня осталось в принципе немного да вот это наши характеристики после того как мы прокачаемся нам добавится возможность прокачать какие-то характеристики или нет информация мастерские я кстати изменила цвет пип боя потому что я не могла сосредоточиться зеленый фон на меня нервировал поэтому я для большего удобства для себя сделала фон в синем цвете это не классический цвет fallout но вот мне так удобнее а я так себя спокойно чувствую цель у нас намечена красная ракета а где прокачивание персонажа то есть таблицы способности а вот вот например следующий уровень alt что то здесь набирает но так как у нас сейчас нет очков он сейчас это все сбросит то есть то есть мы сейчас пока не можем его прокачать а хотел еще обследовать дома здесь сейчас зайду тут как раз у нас по пути есть еще два дома сейчас осмотрим а это у нас тараканы лучше конечно их убивать из пистолета не из пистолета бесполезно они какие то не убиваемые стали что я заметила а почему не убиваемые это бля и на какое у меня там оружие на 4 может тело нужно простреливать наоборот или голову тараканом да это другим животным нужно голову простреливать так лечиться на какую например еда то есть радиацию мы вылечимся потом можем в принципе и так давайте осмотрим у нас здесь есть вишневая кола ашированные яйца и еще что у нас здесь есть пустая масленка ну эти предметы мы можем разбирать в мастерской может продать сможем или из этого хлама что-то собрать еще сможем стул а этот предмет что этот предмет этот предмет нельзя использовать пока идет бой какой бой здесь я еще не расправилась с каким то тараканом что ли может а в заднем дворе кто остался поэтому мне так написали я чат ничего не вижу да нет вроде не со всеми расправились здесь больше никого нет во дворе но мне без разницы я не собираюсь садиться на тот стол а да этот таракан ему нужно простреливать туловище интересно не с первого раза но в голову это вообще очень долго конечно что не убили меня эти тараканы уровень повышен супер давайте его тогда прокачаем что ли да раз она так сила восприятие выносливость харизма интеллект определяет ваши умственные способности он влияет на число очков опыта которые вы получаете определяет быстроту ваших рефлексов и точность движения от нее зависит число способность действовать скрытно ваша ловкость повышается на 1 хотела ему ловкость прокачать еще подтвердить а то есть это мы так долго будем укачать ну да качаться придется долго ну это интересно наверное если мне игра затянет пока как то непонятно мне пока все только начинается в изучении может когда дом построим или еще что то тут важно и произойдет еще интересней станет еще мне больше понравилась игра днем ночью как то совсем мрачно вообще нужно тщательнее обыскивать все всякие вот эти вот шпильки чтобы скрывать замки они нам очень помогут легкий замок нет разве я неправильно открываю что у меня не получается что у меня не получается не знаю не знаю у меня все шпильки закончились и у меня не получается взламывать замки так что здесь написано этот замок был легкий я его не взломала какие вот дела ну ладно значит сына нам нужно найти пока мы до него доберемся мы столько еще заданий квестов подберем столько всего узнаем вообще что здесь в мире творится интересно будет встретить кого-нибудь а еще я прочитала обучение то что мы можем кого-то из напарников себе ну один напарник может быть здесь в игре только как я прочитала либо это будет собака либо может это будет человек то есть пожелания но только один а так добро пожаловать в сеть робко индустриис можем прочитать о мы можем загрузить голая запись нет я думаю что здесь будет изображение кстати смотрите конкарт такая же фамилия как в бункере аки уильямс и андерс три человека с такой же фамилии все еще берет по паре без шика напыщенный псевдоинтеллектуальный засранец уильямс хочет мед икс все что я смогу достать зачем не говорит похоже требуется что-то по-настоящему от боли какое-то заболевание смотрите какая-то информация люди в которых мы не знаем и не встречали и возможно обмен какой-то можем совершить с ними в обмен на информацию в городе там видно будет может кого-то из них встретим все еще берет по паре доз шика напыщенный псевдоинтеллектуальный засранец но бабки платит исправно все еще берет по паре так это мы значит прочитали акиф это у нас была какая фамилия конкарт кстати эта фамилия была в лункере когда мы осматривали терминал айзекс какой-то студейник истис ему добавил глюконафт экс клетки всю палитру а не знаю может на какие-то эксперименты проводят толкают их другим умником или просто на грани нервного срыва какой-то глюконафт их клетки ментатов вот кому чего то есть если мы найдем что-то можем с ними поторговаться какая-то старушка заказала еще больше шика странно шик какой-то старый клиент сидит на бафауте наркота что ли опять какая-то через проблемы с поставками у нас за столько лет уже все отлажено не хотелось бы его терять к тому же если он не получит то что хочет то может вдруг стать правильным и законопослушным и для меня это может очень плохо кончится какой-то студейник истис ему так это я читала по-моему либо кому-то нужно то же самое задача Малкольм потенциальный новый клиент из Чарлистауна просит Мед Икс слишком уж отчаянно просит Мед Икс какой-то нужно будет найти модель демонстрирующая нижнее белье из Брэйн 3 красивая умная жутко странная модель заказывает исключительно стимуляторы модель а девушка я подумала робот модель думаю больше десяти в неделю лучше об этом и не думать из стимуляторы какие-то дюкейн дюкейн так это мы все прочитали нет не все что-то мы пропустили Де Пьетро слишком напряжен ему нужно расслабиться судя по его виду бестолку я постоянно ему говорила занимается самолечением пирожками какими пирожками кто пирожками занимается самолечением Бейкер мой любимый чудик в шапочке из фольги всегда берет по 7 ампул глюконапта какую-то ерунду все заказывают какие-то стимуляторы не знаю какие-то странные вещества а себе колят здесь и мало радиоцита Роза все еще пытаюсь достать для нее бафаут кто же мог подумать что и в этом что и в этом деле дефицит будет ему нужен некий психа а я впервые в таком а я впервые в таком слышу кстати мы находили можно будет ему предложить если мы встретим этого человека даже если он существует стоит ли его давать такому неандертальцу видимо зависит от того сколько мне за это заплатят до сих пор торчат мне за прошлую партию их клеток они вообще себе брали а то ведь богом клянусь если узнаешь что они пытаются на них нажиться одним разговором дело не обойдется хотя боюсь так уже поздно разговаривать точно знаю что у них есть сейф в полу а в главной спальне под шкафом слушайте а это мы случайно не в этой спальне картотека погодите я сейчас еще проверю пип бой у меня там какая-то защита для ноги по-моему я не одевала вот сейф какой-то а у меня все равно нету этих шпелек я их все потратила да хлам тут много у них осталось много из чего можно что-то сделать почтовый ящик почтовый ящик ничего нет но можем лишнее сбрасывать в любой шкаф любой почтовый ящик еще куда-то так здесь тоже можем приготовить еду поднос бутылка из-под молока нужно будет заняться разбором мебели и сделать каркас для дома ему что ли посмотреть вообще как это выглядит смысл если у него есть это убежище бункер я думал что он там будет жить но он там жить не хочет его уж больно воспоминания терзают поэтому наверное так очень сильно восстановить этот дом правда у него ничего больше нету в жизни это конечно не конец тяжелая потеря ему это нужно пережить если он это вообще переживет если переживет то возможно и что-то новое у него хорошее будет в жизни если конечно здесь вообще люди не вымрут после такой-то ситуации как-то живут 200 лет прошло после взрыва как-то живут и он проживет может еще кого-то встретит просто когда свежая рана человек не может ни о чем думать он хочет забыться и занять свои мысли чем-то и уж точно он не думает о ком-то о ком-то в плане отношений чтобы с кем-то какие-то отношения строить его голова сейчас забит во первых им нужно узнать какую-то информацию что это за люди могли быть которые могли похитить сына и с какой целью они же видимо знали про этот бункер знали про эти криокамеры это было строго секретно мы читали в терминале что там какой-то ученый давно хотел создать экспериментальные вот эти криокамеры они были подопытными кроликами то есть они этого не испытывали они не знали вообще смогут они выжить или нет как видите смог он и смогли другие люди но всех остальных убили зачем-то планы возможно изменились и мы об этом узнаем позже вот сейчас его мысли заняты он сейчас обживается он сейчас свои мысли в порядок пытается привести вообще не знает что ему делать дальше у него даже нету такого смысла выживания как смысл найти своего сына у него это вообще бессмысленно мне кажется в такой ситуации без разницы где жить вообще совсем другие цели нужно сначала ему определиться вообще что ему нужно вообще если ему что-то нужно в этом мире сейчас конечно ему нужно оставлять свои силы и оставаться в живых ради маленького сына потому что тут эгоизм последнее дело тут не получится потому что этот малыш он не выживет без отцовской заботы так скажем потому что никто о нем не позаботиться если не он поэтому сейчас последняя очередь он думает о себе он хочет ему сейчас нужно заботиться о себе быть осторожнее потому что от его здоровья от этого всего зависит жизнь его сына поэтому в данном случае ему нужно о себе заботиться это это даже когда мать как когда мать вынашивая дитя она должна заботиться о себе потому что от этого зависит жизнь и здоровье малыша который растет в ней развивается ну и в то же время в последнюю очередь думать о себе главное чтобы родить здорового сына вот то есть одновременно и заботиться о себе если какие-то катастрофические ситуации бывают перед рождением ребенка то неважно как главное чтобы здоровый ребенок родился то есть такие моменты женщина готова пожертвовать собой лишь бы ребенок родился на свет потому что это ее задача иначе бы не было в мыслях вынашивать это дитя так скажем она свое дело сделала конечно жаль что ребенок не узнает что такое материнская любовь сейчас он и не знает что такое отцовская любовь потому что его забрали от родителей вся история крутится на этой почве возможно он еще вырастет пока мы до него добираемся и встретим его он нас не узнает и такой вариант так скажем рассматриваю то есть неизвестно как все получится пока мы доберемся и найдем его да можно на путь зла встанет или еще какие-то последствия будут а возможно все обойдется конечно гадать я не хочу как будет так и будет я ничего изменить не смогу тут уже сценарий задуман заранее хотя возможно какие-то наши варианты повлияют на наши на последствия в игре и наше решение какие-то повлияют я хочу выбрать дробовик я сейчас играю в темноте поэтому могу промахнуться и долго выбирать кнопки это не серчайте любители повозмущаться все должно быть идеально по-другому то никак да мы же роботы мы не люди мы ошибаться не имеем права у большинства людей такая логика собачка и она явно не довыражена давайте-ка ей мозги то расширен лековато какие они челюсти долго он перезаряжает пока он перезаряжает нас уже убьют вот и все нет собачки эта дворняшка была недружелюбная поэтому нам пришлось с ней расправиться так конечно все очень печально что из-за руки человека страдает и природа и все животные превратились в монстров и выживают в этой же среде которую создали опять люди посмотрите от их от рук человека все взаимосвязанное от рук человека как вот он сделает в первую очередь для человека создали этот прекрасный мир и от него вся эта ниточка тянется всего этого ужасного что вот оленям приходится ходить с двумя головами и мучиться вот не хочется убивать это животное не знаешь мучается оно или нет но это просто ужасно как в аватаре когда спасла ему жизнь главная героиня он ее поблагодарил он сказал что за такой не благодарят потому что это должно быть в последнюю очередь и такого вообще не должно быть в мире но это обратная сторона мира даже худшего мира чем наш но как я уже говорила наш мир выглядит примерно так же только мы его не видим его настоящим скрытой за ложью и за красивыми картинками то что пытаются переукрасить и скрыть от людей если какая-то важная серьезная и правдивая информация которую не стоит знать людям то это будут скрывать за какими-то передачами будут обсуждать какие-то неважные темы сплетни скандалы интриги расследования живо человеку увести и чтобы он не задумался о чем-то более важном но ему мясо конечно нужно тут они по-другому и не выживают тут даже если ты захочешь овощей и фруктов ягод чистой воды тут очень редко это мне кажется на вес золота сейчас здесь это все оценивается как мне не хочется его убивать бедная скотина рано или поздно мне понадобится еда я конечно буду убивать здесь оленей но это животное оно и с последнего с последним вздохом не знаю не знаю у нее такой жалкое такой жалкий вид у этого животного как у человека в принципе потому что как говорят злого человека нужно пожалеть тот кто злится у того что то происходит в жизни самое приятное у него болит душа поэтому ему нужно лечение в первую очередь лечение это ему нужно позаботиться о своей душе чтобы позаботиться о своей душе это значит нужно что то сделать для своей души что она требует привести в порядок ее что то успокаивающее первое время конечно лучше может какое то время уединиться чтобы другие люди не пострадали от этой злости вот и когда душа успокаивается наполняется счастьем внутренним то конечно весь гнев он уходит на второй план и человек о нем забывает и думает как он мог жить на другой стороне луны так скажем противоположностью доброты и любви да какой то почтовый ящик вдоль берега осматриваюсь что то мы взяли кстати хотел вот что посмотреть мы какую то броню подбирали предметы предметы оружие одежда вот холщовый капюшон это я его одела кожаная одежда райдера так а почему он не хочет одевать почему он не включает информацию таблицу способностей открывает а вот броня для правой ноги кожаная броня для левой руки вот смотрите я его экипировала так он более будет защищен а мне нужно его подлечить у нас уровень радиации растет мы можем заправиться и кстати использовать это лекарство антирадин я его неправильно назвала да вот мы его излечили от радиации в прошлый раз не было эффекта потому что нужно чтобы он так скажем побольше заболел этой радиацией тогда будет эффект сколько-то единиц радиацию он лечит вишневая ядер кола готовый завтрак ой очищенная вода а собачьи консервы но это у нас еще нет собаки и пока у него есть еда это пока оставим на запас если у него нечего будет есть он мне кажется в таких условиях люди собачьи консервы съедят не поморщатся тараканов едят жареных что только не едят ой уровень радиации взрос я свалилась в воду тут даже кстати он какие-то растения собирает я смотрю для чего не знаю ничего лечебного из этих растений сделать нельзя может как раз наркотики какие-то делают то есть опять они никак не успокоятся они все одно усугубление делают я кстати вижу людей смотрите слишком далеко нет он пока не может выбрать цель что такое гремит какой-то генератор рубильник вырубили на такси до сих пор Продолжение следует...